Сегодня рудник Алпыс закрыт. Добыча золота и руды приостановлена. В горнообогатительный комбинат пришла проверка и выявила нарушение. Оказалось, инвестор из Российской Федерации не предоставил горникам элементарные условия труда. При каждом спуске на глубину шахтер рисковал жизнью. На шахте не обеспечилась должная вентиляция. При необходимом количестве трех вентиляторов работало только два, а также не поставлялось на оборудованные запасные части, вследствие чего приходилось задействовать резервные, и шахта оставалась без резерва, что также не обеспечило безопасные условия труда. По словам чиновников, у горняков даже не было возможности пообедать. И при этом размер заработной платы был ниже прожиточного минимума. Это и стало причиной массовой забастовки. Люди устали терпеть такие условия от российского инвестора и отказались выходить наружу. Они потребовали поднять им заработную плату и обеспечить достойные условия труда. Почему мы не можем пойти и нормально жить достойной жизнью, такой, который работает? Мы получаем золото, мы получаем руду, богатую руду, продукция идет, мы ее отправляем. Мы не знаем, какие там и что там, за сколько они там продают, за сколько у них что идет, Бог его знает. Но, как выяснилось, за такие грубые нарушения ответственность никто не понесет. Руководство предприятия, по словам чиновников, само инициировало проверку. В соответствии с законом инициативная проверка не может быть проведена во вред инициатору. Нет, никаких мер приниматься не будет, заключение выдано. Думаю, что вопрос будет решаться. А пока горняки ждут. Ждут, когда их труд будет оценен по достоинству. Пока руководство предприятия ссылается на нехватку средств. Проверяющим они обещали решить вопрос до конца года. Редактор субтитров А.Семкин